Я рад видеть вас, некоторых из вас я вижу впервые. И первое, что я хочу сделать, это запомнить ваши имена. Долга. И? Алиса. Наташа. Я у меня 75 лет. И я не слушаю. Да? Лена. И? Наталия. Таня. 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 И? Нина. Очень приятно. Это моя семья. Мы женаты 52 года. И мы в школе 49 лет назад. Мы закончили библейский колледж. И с тех пор мы в служении. Мы были пастырами в церквях. Также выполняли миссионерскую работу в разных странах. Много лет мы прожили в Центральной Америке. Там мы выучили испанский язык. И в 1993 году мы начали приезжать в русскоязычные страны. Сейчас мы приезжаем на Украину уже 7 лет. И нам здесь очень нравится. Просто чудесно. И когда мы, Шэрон, к вам приезжаем, то у нас в мыслях что-то есть. Ну вот скажем, что я дожил до возраста 85 лет. Сколько лет мне осталось? 10. И моя задача — передать вам то, чему меня научил Бог. Вы это возьмете и научите этому других. И Шэрон сделает то же самое. Вот здесь, на сцене, за мной стоит целая группа людей. Вы их не видите. Многие из них уже на небе. Это те люди, которые учили меня. И теперь моя очередь учить вас. Мы молимся, чтобы на этой неделе мы были для вас благословением. Мы молимся, чтобы дать вам то, чего вы раньше не знали. И я помню, как однажды я вошел в одну церковь в Канаде. И в этой церкви публично объявили. Что каждый человек, который побывал на служении, за него помолятся лично, за каждого. И мы даем вам такое же обещание. На протяжении этой недели мы обещаем вам, что помолимся лично за каждого из вас. Ну, конечно, если вы этого хотите. На протяжении 30 лет мы были баптисты. И мы не полностью понимали силу Духа Святого. Но когда мы поняли силу Духа Святого и помазания, то нам хотелось, чтобы за нас молились все. Поэтому это желание мне понятно. Помните, коринфянам апостол Павел писал, что я очень хотел бы передать вам некое духовное дарование. Апостол Павел хотел возлагать на людей руки, передавая им помазание и духовное дары. И то помазание, которое мы получили, мы хотим передавать его вам. На этой неделе нас попросили говорить о вере и видении. И в книге Неемии мы находим хороший пример веры и видения. Поэтому давайте откроем книгу Неемии, начиная с первой главы. Какие из вас уже очень хорошо знают историю Неемии? Поднимите руку. Не многие. Не многие. Хорошо. Мы будем прочитать эту историю быстро и посмотрим, что Бог хочет сказать нам в ней. Неемия находится в плену. Помните, что они были в плену в Вавилоне. И у него есть конкретная работа. Он вина черпи у царя. Чтобы защитить жизнь царя, Неемия должен был делать глоток от всех напитков, которые подавались царю. И вот он очень важный человек. Он занимает очень важное положение. И он услышал некоторые новости. И новость звучала так, что стена вокруг Иерусалима была разрушена и ворота сожжены огнем. Сегодня нам сложно это понять. Но я объясню. Сегодня у нас есть милиция и армия, которые помогают контролировать и поддерживать порядок. В те дни этого не было. Чтобы уберечься от врагов, в городе должны были быть высокие ворота, высокие стены и ворота, которые закрывались на ночь. И стены и ворота, они определяли город как город. То есть, без них города не существовало. И таким образом, стены Иерусалима были разрушены. То есть, город потерял свой статус, как города, и это был позор. И в четвертом стихе мы читаем, что когда Неемия услышал эту новость, он постился и молился. Я хочу, чтобы вы увидели реакцию Неемии. Он услышал плохую весть, и он постился и молился. Через минуту мы увидим, о чем же он молился. И в седьмом стихе мы видим, что Неемия кается в грехах своего народа. Он просит Господа простить израильтян за то, что они нарушили его заповеди. Он каялся за грехи своего народа и города Иерусалима. Покаяние имеет силу. Там, где есть покаяние, дьявол теряет свою силу и власть. Он ненавидит покаяние. А дьявол постарается сделать все возможное, чтобы только люди не каялись. Потому что, когда люди покаялись в своих грехах, то он больше не имеет над ними силы и власти. Неемия — лидер. И, будучи лидером, он сразу увидел, что нужно что-то делать. Что стены вокруг города нужно строить заново. И он составляет план войти к царю и говорить с ним. В 11 стихе первой главы Неемия молится и просит Господа дать ему благоволение в глазах царя. И в 2 главе 1 стихе первой главы Неемия подает вину царю, и его лицо опечалено. Это считалось преступлением быть печальным в присутствии царя. И царь мог приговорить человека к смерти, если человек был ему неугоден. И неемия знает, что его жизнь в опасности, потому что он не улыбается царю. Но его сердце настолько опечалено, что он просто не может улыбаться в присутствии царя. И царь смотрит на него и спрашивает, почему ты не улыбаешься? И царь говорит, наверное, это что-то в твоем сердце. И теперь Неемия действительно испугался. В следующие несколько минут он мог бы услышать такие слова, «Неемия, ты приговорен к смерти». А вот сейчас я хочу научить вас нескольким вещам, и я хочу, чтобы вы все это увидели. Это лидерство. То есть вы будете где-то в общине, в собрании, и там будут лидеры. Вы сами будете лидером. И неемия является примером лидерства. Потому что он человек молитвы и поста. И он храбрый, смелый человек. Он готов рисковать жизнью ради своего народа. Помните, мы сказали, что после того, как Неемия услышал эту весть, он постился и молился? И теперь мы видим, о чем же он молился. Он спрашивал, Господи, что же мне делать? Господь, скажи мне, что мне делать с этой проблемой, что стена разрушена? Некоторые люди, считая себя лидерами, стараются сами придумать какие-то идеи, варианты. Но очень важно, чтобы мы обращались к Богу и просили Его сказать нам, что делать. И пока Неемия постился и молился, и это продолжалось не один день, а не просто пять минут, Он получил план. И это был Божий план. И так, кинь говорит ему, что проблема? И Неемия говорит, что стена вокруг города разрушена. И царь спросил, ну и что ты будешь делать по этому поводу? А как бы оно было, если бы Неемия, стоя пред царем, сказал что-то подобное? Он бы мог так сказать, но Он это не сказал, потому что Он ранее постился и молился. И Он в точности знал, что Ему нужно делать. Царь тоже лидер. И Он задает типичные вопросы лидера. Первое, сколько это будет стоить? Второе, сколько времени это займет? И Неемия имеет ответы. Потому что Он лидер. Он все это продумал заранее и точно знает, что ответит царю. И вы, будучи лидером в общине, вы тоже будете рассматривать такие же вопросы. Сколько это будет стоить и сколько времени на это уйдет? Вы снова и снова будете встречаться с этими вопросами. И есть еще одно, о чем просил Неемия. Он попросил у царя письмо. Ну, в наши дни мы называем это виза. Чтобы он мог безопасно добраться до Иерусалима и решить эту проблему. И он не идет туда сам. Царь отправляет с ним целую группу людей. В те дни было опасно путешествовать в одиночку. И вот Неемия приезжает в Иерусалим. То есть, я не говорю вам читать все эти стихи, потому что я стараюсь пройти их как можно быстрее. Это хорошо, если позже вы сами прочитаете все эти стихи и увидите все подробности. Но когда Неемия приезжает в город, что он делает в первую очередь? Собирает ли он жителей города? Объявляет ли он им, что будет делать? Нет. Он в тайне садится на лошадь и ночью отправляется и смотрит то место, где была стена. И он понимает, что найдутся люди, которые будут противиться этому плану. И поэтому он едет туда ночью, чтобы никто не знал, что он делает. И когда у вас, как у лидера, будут какие-то планы или проекты, то не нужно врагу рассказывать о том, что вы собираетесь делать. Потому что враг, в свою очередь, может составить план против вас. Неемия не хотел полагаться на слова других людей. Он хотел все увидеть собственными глазами. Потом он собрал людей. Детей Израиля. И он сказал, что вот нам нужно выполнить такую работу. Будете ли вы работать со мною? И здесь вновь-таки вопрос лидерства. Вы находитесь в общине, и вам нужно мотивировать и побуждать людей, чтобы они работали вместе с вами. Допустим, у вас план провести евангелизацию в какой-то части города. Вам нужно для этого собрать людей и мотивировать их, чтобы они делали это вместе с вами. И это как раз то, что делает Неемия. Люди принимают решение участвовать в этом проекте вместе с Неемией. Они бы могли сказать, что это слишком много работы, слишком большой город, слишком большая стена. Мы не сможем ее отстроить. Мне все равно, какие у вас будут планы, какие у вас будут проекты. Всегда найдутся те, которые будут противостоять вам. Всегда есть люди, которые скажут, что у вас не получится, и вы сделать этого не можете. Что работа слишком большая, а нас слишком мало. У нас не получится. Но, вы видите, Неемия имеет умение и вероятность, чтобы идти и делать это в любом случае. И люди начали работать вместе с ним. И он их организовал. Он сказал, семьи, которые живут возле этой части стены, вы будете строить эту часть стены. И таким образом он расставил людей вокруг всего города, чтобы они строили стену. И они начали строить стену. И что происходит потом? Два человека по имени Товия и Сан-Авалат поднимаются и говорят, что мы не сможем все это сделать. Но в этом нет ничего удивительного, потому что оппозиция или противопротивление есть всегда. Вы лидер в общине, и вы будете удивлены тем, что даже некоторые члены общины будут противостоять вашему плану. И также у дьявола есть свои люди вне общины, которые тоже будут противостоять вашему плану. Была одна церковь, которая организовала евангелизационную кампанию. Это была церковь, не мессианская община. И они подумали, что было бы хорошо, если бы они поехали в другой город и провели там евангелизацию на улице. Они взяли с собой музыкантов, аппаратуру, стулья, ну одним словом, все, что они считали необходимым для этого мероприятия. И просто помолились, Господи, благослови наш план. Они потерпели неудачу. Они приехали в этот город, все поставили, расставили, но там начался бунт против них. Были люди, которые пришли и побили их физически. Если вы идете на территорию врага, то он будет вас атаковать. И сначала вам нужно провести духовную войну, вам нужно поститься и молиться. И в конце четвертой главы работа становится опасной. Им приходится ставить охрану с оружием, чтобы те защищали их во время работы. И Ниемия объявляет, что если они услышат звук трубы, то им нужно всем быстро собираться в том месте. И сражаться с врагом. И они работают. С одной стороны у них инструменты строительные, с другой стороны у них меч. Кто-то может сказать, сколько времени у них ушло на строительство стены? Сколько они строили стену? Если вы читаете историю... Что? 40 дней? 40 дней? 52 дней. 52 дня. Иными словами, меньше, чем за два месяца было построено то, что было разрушено на протяжении многих лет. Посмотрите на это. Видите, насколько быстро была построена стена? На протяжении многих лет она была разрушена. И никто с этим ничего не делал. И они говорили, да, это позор, что стена разрушена. И кроме Ниемии были другие люди, которые слышали ту же весть, ту же новость. Помните, некоторые люди пришли из Иерусалима и рассказали Ниемии, что стена разрушена. И эти люди рассказывали об этом другим тоже. Но мы не знаем имен тех людей. Потому что они услышали. И сказали, да, эта работа слишком сложна. Знаете, кто-то должен построить эту стену. Но не я. Неемия был единственным человеком, который об этом услышал и принял решение идти и строить. И благодаря этому мы знаем его имя по сей день. Итак, Неемия — это человек веры. Он верил в своего Бога. Он верил, что Бог поможет ему выполнить эту работу. Также он человек видения. Потому что для того, чтобы получить видение, вы сначала должны увидеть проблему. В чем была проблема? Разрушенная стена. Он увидел нужду, и это стало его видением. Мы будем говорить о видении на этой неделе. И иногда видение приходит сверхъестественным образом. Но это было естественное видение, то есть он видел это собственными глазами. Это было естественное видение. И не только Немия был человеком веры и видения, но также он был лидером. Он умел мотивировать людей, он умел организовывать проект, чтобы быстро все было сделано. И так же это был мужественный человек. Знаете, мы не читали стихи, в которых сказано о том, что Семивалат и Товия говорили, что убьют Неемию. И знаете, что Немия им ответил? Мне все равно, что вы говорите, наш Бог поможет нам выполнить эту работу. Вы сидите и, наверное, думаете, ну, стену мне никогда не придется строить. Это работа для тех людей, которые кладут кирпичи и камни. Но есть и другая стена, которую должен строить каждый из нас. Мы живем в большом городе Одесса. И в этом городе столько неверующих. Они ничего не знают о спасении, о Иешуа или о том подобном. И они потеряны без Бога. Они подобны духовной стене, которую нужно построить. Кто будет это делать? Те из вас, кто были здесь на предыдущем курсе, вы помните, как я уже говорил это. А новички этого еще не слышали. Я хочу, чтобы вы задумались на минутку. Почему вы находитесь сегодня здесь, в этом институте? Вы здесь, потому что кто-то рассказал вам об Иешуа. Каждому из нас нужен был кто-то, кто бы рассказал. Может быть, это был друг, пастыр, член семьи. Но это было нужно каждому из нас. И это наша духовная стена. Вокруг вас, там, где вы живете, где вы работаете, везде есть люди. И им нужен Иешуа. Если вы им о нем не расскажете, то кто расскажет? И позже, когда вы закончите обучение, будете трудиться в общине, вы можете мотивировать и побуждать других людей делать то же самое. Это ваша стена, которую вам нужно строить. Но это еще не все из книги Неемии. После того, как стена была построена, ворота были восстановлены. Теперь город был в безопасности. И что происходит дальше? Если вы продолжите читать книгу Неемии, то вы увидите, что Неемия ведет народ в покаянии. После того, как они позаботились о физическом состоянии, они были готовы заняться и духовным состоянием. Вы должны обеспечить хорошую атмосферу, в которой люди смогут получать духовную помощь. Здесь у нас хорошая атмосфера. Комната теплая. Стулья удобные. Достаточно света. И все эти натуральные условия здесь, чтобы помогать вам быть учениками. То есть, все физические аспекты способствуют тому, чтобы вы обучались духовному. И вы должны принимать этого внимания, когда вы создаете общину, состоящую из людей. Вам нужно создать такую хорошую атмосферу, обстановку, в которой людям захочется познавать Иешуа. Если у вас маленькая комнатка и всего несколько стульев, и все стулья уже заполнены людьми, и придет новый человек, то новичку придется стоять, потому что сесть некуда. И в таком случае этот новичок, скорее всего, больше не придет. Это просто. Но я видел, как это происходило. Когда люди в общине или в церкви, они сидели на своих местах, им было все равно, придут к ним новые люди или нет. Я ободряю вас изучать книгу Неемии и учиться из нее. Мое время, по-моему, закончилось, да? Нет? Нет. Кирилл gave me a schedule, и он не следует, что ты говоришь. А когда будет знак, что у меня пять минут осталось? He will lift it up. What? He will lift it up. А сколько минут еще осталось? Eight. Eight minutes. Okay. Now, I want you to look at the verse 10 of chapter 8 of Nehemiah. I want someone to find that and read that. So, there is the secret of Nehemiah. That is what makes Nehemiah a success. He has the joy of the Lord in his heart. And from that joy, he gets spiritual strength. And so, what does that mean to you? You need to be in close fellowship with the Lord. You need to be walking and living in the Holy Spirit. And you need to let him fill you with his power. Now, there is power in the Holy Spirit. There is power in the Holy Spirit. And I know that you've already experienced the power of the Holy Spirit. You know what that's like. But I want to say to you, there is more. You can never receive it all. You know, I said I was a baptist for 30 years. I said that I was a baptist for 30 years. Baptists never raise their hands. You know, it's forbidden. You know, you don't raise your hands. 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 You don't raise your hands down there. And so, I remember I raised my hand. Первый раз. And it felt so good. And I felt a little tingling right there on the end of my fingertips. And I said, oh, this is why people raise their hands. The Holy Spirit is touching me. Isn't this wonderful? And I thought, that maybe that's all there was. And then I began to find out, that there was so much more to the Holy Spirit. And so, I challenge you to go deeper into the Holy Spirit. Now, how do you do that? I've had people ask me, how do you get more of the Holy Spirit? Well, number one. You have to be obedient. The Lord is pleased with people who are obedient. Господу угодны послушные люди. And He loves to fill and empower obedient people. И Он любит наполнять и давать силу послушным людям. Number two. He loves to fill people who are willing to be filled. And that is, they are yielded to the Holy Spirit. And that is, they are yielded to the Holy Spirit. You see, I've met people who are believers. They are living a Christian life. But they are not really yielded to the Holy Spirit. I've met people who were believers. They are living a Christian life. But they are not really yielded to the Holy Spirit. Lord, here I am. Take me and use me any way you want. You tell me, what to do, and I will do it. And when you go through this process of giving yourself to the Lord, the Lord begins to give you more. And when you go through this process of giving yourself to the Lord, the Lord begins to give you more. I've mentioned earlier, that it's good for people to pray for you. Because there is a certain impartation, when people lay hands on you to pray for you. You know, my wife and I were in some Benny Hinn meetings. And we were up on the platform with him. And he had a prophetic word for us. And he took off his jacket and rolled up his jacket into a ball and threw it at me. And I fell down. And as soon as I was on the floor, some men grabbed me and pulled me back up. Because there is about two or three thousand people waiting for the same thing. And so that happened to us several times. And then we heard about other moves of God in other places. And we went to other places to be prayed for. And later we'll tell you more about that. Well, right now I think it's break time. But now I think it's going to be a good one. But now I think it's going to be a good one. And I think it's going to be a good one. Субтитры создавал DimaTorzok